Капитальный ремонт многоквартирных домов сейчас наиболее важный вопрос для жителей исторической части города Видное. Этого события ждали долгие годы. Летом 2022 работы наконец начались. Все нюансы были согласованы с местным населением. В частности, выбор цветовых решений. Например, крыши теперь будут в едином стиле. У нас сейчас происходит ремонт 28 домов. Фасады примерно завершены где-то на 75-80%. Но из-за того, что погодные условия не позволяют в дождь работать, работа планируется завершить до конца года. Кровли завершены на некоторых домах на 80%, на некоторых на 50%. Все кровли планируется до конца ноября завершить, чтобы уже в зимний период времени крыши людям не текли, все было хорошо, дома чистенько, сухо, аккуратненько. Также идет замена от мосток, реконструкция балконных плит, водосточной системы, установка козырьков на входных группах. Качество выполнения этих и других работ на днях проверил депутат Московской областной думы Владимир Жук. В частности, он посетил участок своего коллеги, депутата Ленинского городского округа Павла Русакова. На его территории в строительных лесах сейчас два дома. В целом, я как депутат, как житель города доволен результатом. То есть понятно, что и облик обновляется, уже достаточное количество лет прошло. Во-вторых, история с кровлями получилась реализовать в одном цвете, в одном стиле, что тоже, я считаю, интересно, потому что историческая часть города – это, скажем так, любимое место прогулок жителей, в том числе и с детьми. В рамках своего визита в Ленинский городской округ Владимир Жук посетил и стадион «Металлург», где проверил доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Стадион «Металлург» неоднократно принимал разного рода соревнования для маломобильных людей. И здесь все предусмотрено для их комфортного передвижения. В здании находится схема, тоже сделана по таблице Брайля. Можно полностью пройти по всему коридорчику и понять, куда мы эвакуируемся, где вход, где выход. Каждая стойка администратора, стойка охраны, раздевалки, они обозначены, медицинский кабинет, борцовский зал и качалка, они обозначены, соответственно, в рамках таблицы Брайля. Все сотрудники стадиона обучены работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Находиться здесь комфортно как гостям мероприятий, так и участникам. Сделана большая работа для того, чтобы все группы инвалидов могли посещать соревнования. То есть все необходимое оборудование закуплено, поговорили, оно используется, на самом деле, в реальной жизни. Поэтому, мне кажется, очень здорово, и эту работу будем только расширять. Как отметил Владимир Жук, в Московской области практически все крупные спортивные учреждения уже имеют доступную среду. Юлия Погасян, Александр Лугинов, Ульга Садовская. Видно этого.